Девушки отдыхают Голкипер Алисон Бекер, Вирджил Ван Дик в защите сыграет с Джоэлем Матипом. Садио Мане будет играть с Мохаммедом Салахом на позициях крайних полузащитников. И нападение с первых минут представлено в лице Диога Тейшеры. Девушки отдыхают Самым принципиальным соперником Ливерпуля является, конечно, соседний Эвертон, с которым они регулярно встречаются в рамках мерсесайдского дерби. Его еще называют дружеским или семейным, потому что особой взаимной агрессии между клубами нет. Но это вполне логично, ведь их соперничество не имеет какой-то специальной подоплеки, кроме того, что они соседи. И члены одной ливерпульской семьи вполне могут болеть за разные клубы. С другой стороны, с момента основания премьер-лиги ни в одном другом матче не было показано больше красных карточек, чем в матчах между Ливерпулем и Эвертоном. Плохой пас Фабинио отдает. Мусаси Сока. Можно подавать тут. Остановка в игре, мяч попал в руку. Мяч в штрафную он направляет. Хороший вынос. Самым принципиальным соперником Ливерпуля является, конечно, соседний Эвертон, с которым они регулярно встречаются в рамках мерсесайдского дерби. Его еще называют дружеским или семейным, потому что особой взаимной агрессии между клубами нет. Но это вполне логично, ведь их соперничество не имеет какой-то специальной подоплеки, кроме того, что они соседи. И члены одной ливерпульской семьи вполне могут болеть за разные клубы. С другой стороны, с момента основания премьер-лиги ни в одном другом матче не было показано больше красных карточек, чем в матчах между Ливерпулем и Эвертоном. Плохой пас Фабинио отдает. Мусаси Сока. Можно подавать тут. Остановка в игре, мяч попал в руку. Мяч в штрафную он направляет. Хороший вынос. Самым принципиальным соперником Ливерпуля является, конечно, соседний Эвертон, с которым они регулярно встречаются в рамках Мерсесайдского дерби. Его еще называют дружеским или семейным, потому что особой взаимной агрессии между клубами нет. Но это вполне логично, ведь их соперничество не имеет какой-то специальной подоплеки, кроме того, что они соседи. И члены одной ливерпульской семьи вполне могут болеть за разные клубы. С другой стороны, с момента основания премьер-лиги ни в одном другом матче не было показано больше красных карточек, чем в матчах между Ливерпулем и Эвертоном.